итак ребят всем привет сегодня я хочу вам показать продемонстрировать один интереснейший проект и хочу его продублировать у себя на канале владелец автор данной информации данного канала дал мне добро на трансляции его видеосюжетов с недавних пор я занялся историей и очень серьезно занялся начал читать довольно таки много информации стал очень серьезно задумываться про то что вижу то что слышу и читаю в общем очень много разногласий с нынешней истории из истории прошлых лет я так понимаю что нашу историю совсем серьезно переписывают не знаю в каких целях но с недавних пор я тоже столкнулся с этим с тем что когда я стал сдавать находки в краеведческий музей в школьный мне знаете отказал директор школы что ни в коем случае мы не будем брать исторические находки именно пополняя краеведческий школьный музей да вот так вот спросил почему мне ответил этот директор то что ему запретила какое-то сообщество администрация самарской области вот так вот администрация в частности власть правительство не хочет знать на самом деле какая была история не хотят просто переписывать книги так что будет интересно поддержите мой канал ссылочку автора будет у меня под видео если есть любопытное интересное желание посмотреть все его видео сюжеты я постараюсь у себя на канале выложить довольно таки интересные сюжеты ну а также заходите к нему подписывайтесь поддерживайте автора так что смотрим будет очень очень интересно из русской истории вычеркнули истрию расу гелабию поруссию дакию канула в лету российская империя разрушены зарубежными спецслужбами и глобалистскими организациями врагами разрушен и советский союз за бугорные темы и песни заполонили российские экраны чиновники третируют могучее наследие предков тяжелые тракторы распахивают курганы и древние храмы россов забывшие предков ломают плуги а каменное изваяние росса ариев над просторами россии плывет поминальный звон по утраченным традициям со временем он перейдет в гимн по возрожденной памяти история россов это многотысячелетняя борьба за свою волю и самобытность перун один из самых почитаемых богов древней расы россии или одно из самых почитаемых имен бога что в имени перун какие образы русского языка ведут нас в космос соединяют явь и правь волхвы росса ариев создали плоскостные и объемные знаки обереги крест круг кола месяц много лучевые звезды зори и ряд других символов которыми пользуются все мировые религии волхвы сложили каменно земляные храмы где стоят энергетические столбы на которых покоится защитный купол планеты купол памяти купола разума место где образуются высокие духовные энергии можно назвать ионосферой можно назвать ноосферой как это делал академик вернадский через высокие слои атмосферы осуществляется связь с высоким космосом при этом волхвы создали массу словесных образов молитв они умели слушать и слышать космос волхвы хорошо знали что слово произнесенными вслух материально слово четко сформированные мыслительно тоже материально имена богов священный знаковый обережный к имени перун зайдем издалека к языку слову надо относиться бережно нашел книгу платона лукашевича чарамутия священный язык магов волхов и жрецов от тысяча восемьсот сорок шестого года но столбовых образов там не обнаружил чара колган это деревянный плоскостный сосуд для гадания на чистой родниковой воде а слово чарамутия уводит нас к мути к мутности однако речь рода загадочна порой иносказательна она светлая и солнечная это не феня где светлые образы мутны и искажены воровской фене мать понимается как воровская жизнь а заревой петух тут обиженный вот это и есть муть по лукашевичу чарамутные слова читаются слева направо и налево этот прием словообразование у волхвов если и встречается то редко у волхвов трощенное слово то есть крепкое слово создавалось наложением одного знакового слова на другое например арий это арку то есть люди солнечного пути рая солнцевые люди на русских богов и русских праздников часто в одном слове несут два образа которые дополняют одно другое посмотрим на столбовые праздники посвященные богу и солнцу каледа это день когда солнце начинает расти когда световой день начинает увеличиваться в песнях у этого праздника у этого бога два имени каледа коледа коледа это кола ляд то есть песни славление кола коледа это кола ледяное кола стыло и замерзшие зимой мертвое зерно лежит в амбаре но придет весна время когда из стылого зерна из мертвого семени начинает пробуждаться росток жизни из каледы из ледяного солнца пробуждается каледа росток света а вот масленица день весеннего равноденствия конец марта в россии еще снега и заморозки но коровы большей частью отелились стали давать молоко и масло масленица это колоб коровьего масла символ весеннего солнца масляный колоб еще жесткий но чуть пригреет солнце и колоб мягчает тает его можно мазать на блин на хлеб иногда волховское слово может отражать сразу три смысла которые дают развитие главного образа например купала праздник летнего солнцестояния самого высокого солнца купала это кола палит самое жаркое палящее солнце есть второй смысл образ купала это купель купель в центре праздника обряды с купанием в воде осурины освещенные солнцем кола есть и третий образ купала это кола упала после праздника солнце кола падает световой день начинает сокращаться волхвы словообразователи были гениями озаренными гениями они обогатили русский язык божественным дыханием а что же перун перун и тут три образа три истины в одном имени перун есть бог громовержец его громовые раскаты наводят ужас на чужаков его боевая колесница с грохотом несется по небу среди туч его огненные копии стрелы пронзают пространство от неба до земли и разят врагов видимых и невидимых с древнейших времен уросов перун почитался как покровитель воинов в перунов день воины готовили жертвенную сому из ягод смородины сому приносили чуру перуна и заклинали свое оружие великий перун прими от нас благодатную сому великий перун сделай наше оружие непобедимым а сердца неустрашимыми слава перуну у князей россов были дружины профессиональных воинов однако русские просторы протяженность расы руси давали свои примеры здесь в деревне всего две-три избы между ними где день пути где два-три дня зимой вести продвигались еще дольше древнерусское воинство не таскал за собой огромных обозов с провиантом и другими припасами ничего лишнего даже котлов для похлебки не брали если нужно было совершить стремительный марш-бросок а это около ста километров пешим ходом то с собой брали только запасную рубаху оружие и несколько кусков вот такого сушеного мяса его не резали а ломали чаще всего и рассасывали под языком это была дневная норма зато для противника увидеть перед собой русских воинов через двое суток за 200 километров это была полная неожиданность гонцы собирающие ополчение шли с именем перуна собирали родичей по зову народного кола весть шла от селения к селению даже по глубоким сугробам и переметам шли пеший где можно летали на санях летом колесница россов не знали преград от океана до океана сейчас в век компьютеров и ракет в россии можно увидеть пастухов пасущих стада на колесницах на телегах и на тагарках сила традиций велика колесница это кола лестница солнца в путь колесница россов летали по всей евразии с именем бог с именем перун однако соседи не всегда успевали прийти на помощь защите себя сам на пастбище с оружием на пашне с оружием в дороге с оружием любой мужчина с оружием здесь не только дружинник но любой мужчина воин охотник воин бортник воин рыбак воин плотник воин и даже гончар воин детей шести лет учили правильно держать оружие дети учились рубить воду так чтобы не было брызг бой с возможным врагом в окружении оттачивался с детства а а Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Воинские и молодецкие забавы поддерживались искушенными воинами и стариками. Желание показать свои удры сверстникам поощрялось всем обществом. Рубились и на земле, и на скользком льду. Добавил субтитры DimaTorzok Войн должен был уметь вести оборону, поддерживая раненого. Бросить раненого соратника считалось позором. А для раненого считалось позором выронить оружие до тех пор, пока свет в глазах не погас. Даже потеряв оружие, воин должен выказать престреление врагу и смерти. Рвать рубаху на груди – традиция многотысячелетняя. Рубки мечом и саблей на деревянном коне детей учили с 5-6 лет. Дети повторяли приемы взрослых. Конные игры не только забава, но и ритуал многих праздников. Не только управлять конем, но и падать с коня учили с малолетства. Даже девушек росы учили обращению с оружием. Отсюда и пошли предания о воинственных амазонках. Богатыри – защитники народа. Слово «богатырь» близко слово «бог». Боговы люди. И в мирное время богатыри сходились в назначенный день. В приметном урочище, чтобы потешиться учебным боем. Разогревали, учили друг друга. Войско росов, роса ариев состояло из ополченцев. Охотников, рыбаков, пахарей, пастухов и бортников. Кое из детства были с оружием на «ты». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Древнее общество росов – это общество росов. Сообщество воинов, общество сударей здесь не терпели произвола, воровства и невольничества. Работе, движению к Ра, к солнцу – да, неволи – нет. Только сообщество воинов могло на своем коло, на своем вече призывать и сгонять князей и бояр. Простым рыбакам или пахарям это было бы не по силам. Поэтому воинские традиции, молодецкие забавы, царь горы, взятие снежного городка, народ пронес через тысячелетия. Частично они сохранились и в 21 веке. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Народные стеночные бои – натура уходящая, но еще вспоминаемая. Кулачные бои – забава молодецкая, закалявшая дух воина. Забава всенародная. На бои вначале выходили мальчики. Бой начинался с толчков, с дерзилок, с куража. За ними, за мальчиками, выходили заступники из молодых пареньков. Веселей, веселей! Веселей, веселей! Шатай, валяй, по башке сдай ему! Шатай! А как бились до первой крови? Да, сдай ему, сдай! Шатай, валяй! Шатай! За парнями выходили мужики, бились сам на сам. И здесь бой начинался с толчков, с куража. Срубить соперника сразу считалось неинтересно. Постепенно бой разогревался, и тут бывало всякое. Но даже в случае гибели бойца, полиция царской России никогда не вмешивалась. Последнее считалось несчастным случаем. АПЛОДОДИШondere Сئaus Завершались кулачные бои стеночным боем улица на улицу или деревня на деревню. Такой бой мог продолжаться несколько часов. Бойцы прервутся, утрутся и опять начинают новую стадию боя. Завершалось все братанием. После драки кулаками не машут. У Перуна есть и второй образ. Перун это великий пастух. Перун и волос покровители пастухов. Темные тучи это тучные небесные коровушки. Перун дойдет их своими огненными стрелами, молниями. Тучи отдают земле, пастбищам и башни свою живительную влагу. Красным полым я заря вспыхнула по лицу земли, туман селится. Разгорелся день огнем солнечным, подобрал туман выше темья огонь. Нагустил его в тучу серную, туча черная понахмурилась. Понахмурилась, то задумалась, словно вспомнила свою родину. Понесут ее ветры буйные во все стороны света белого. Ополчается громом бурею, огнем молнией, дугой радугой. Ополчилась и расширилась, и ударилась, и пролилась. Слезай крупною, проливным дождем, на земную грудь, на широкую. На земную грудь, на широкую. Пашня, напоенная живительной влагой, дает всходы хлебов и всего, что обеспечивает жизнь рода. На пастбище, на багаре растет трава, корм коровушек, коз и коней. Жизнь на багаре еще важнее, чем всходы на пашне. Трава – слово знаковое. Трава – это творца, равнина, всходит. Равнина с зелеными ростками, спасение для стада и пастуха. Хороший пастух коровушку не обидит ни словом, ни кнутом. Кнут – это кола, ну. Понукание к движению. Символ власти, символ голоса Перуна. В поле встречал пастухов, которые бронят коров. Но это не пастухи, а батраки. Хорошие пастухи стадо берегут. Пастух щелкнет кнутом, как Перунь полыхнет громом и молнией. Иногда это делали в преддверии далеких раскатов грома. Тут громовой щелчок кнута, как приветствие Перуна, как призыв пославить дождь на пастбище. А также и дикому зверю предупреждение – защита стада. Пастухи Роса Ариев сочетали в себе, в своей жизни, три статуса. Первое – пастуший промысел, набережная работа, защита стада, первое призвание. Воинское дело – второе призвание. Это способ выживания. Многие воинские навыки пошли от пастухов-охотников. Пастух зачастую не дожидался, пока волк пройдет за стадом, а сам искал волчью стаю. Не будем забывать, что волчи стаи зимой в диком поле могли собирать десятки, а то и сотни особей. Они были смертельно опасны не только для стада, но и для пастухов. Пастухи охотились на волков круглый год. Даже зимой по глубокому снегу шли в снегоступах. Это была многотысячелетняя борьба за главенство в диком поле. Борьба, которая точила мастерство воина-охотника. Охотники подманивали волков волчьим воем. Слово «воин» идет от определения «вой» – волчьего голосового призыва. Вой собирает волков в стаю, готовится к бою, к охоте. Для воинов «вой» – это готовность обернуться серым волком. В «волчьем воем» есть что-то мистическое и космическое. Волки часто воют на Луну. В древних образах, роса ариев, луна обозначала тот свет, иной мир. Воин – это вой смерти, призыв смерти. Несколько воинов носили имя «вои». «Вой» – это воины с кличем, подобным «вою». Волчьи воем воодушевлялись сами и пугали вражью конницу. На протяжении тысячелетий росом, рассеянным от Варяжского, Венецкого моря до Тихого океана приходилось доказывать свою способность сохранять свой род, свой народ, свою родину. В русском языке есть несколько родственных определений. Воин, ратник, отвага, боец. Однако речь рода неслучайно сохранила образ воин. Войско – это вой скоро. Война – это война. Вой близок к смертельному плачу. И одновременно готовность решить все здесь и сейчас. При этом воин – образ очень глубокий. Волк, вой, воин имеет общий корень со словом «воля». Воля – образ двухплановый. Воля – это волк, я. При этом в данный образ вложен и высокий смысл. Воля – это вольный я, не знающий чужого указа. Мыслители древности прошли большой путь от волка к воле, к свободе. Свобода – образ космический, идущий в небо. Свобода – это солнцева воля, богом данная. Покровителями воинов были Перун и Ур – уран. Тут видны традиции от начала времен. И слово «меч» ведет нас к Перуну, к молниям. «Меч» – это молнии сечь. «Меченый» – это мечом сеченый. Все оружие Роса связано с небом и с именами богов. Топор – это топ-орий. Человек с топором идет с именем Ория Небесного Отца. Копьё – это коло пьет. Для несущего копьё коло солнце светит. А для поражённого копьём коло солнце погасло, выпито. Стрела – это стребога ла. Стрела быстра, как стребог, как ветры стребоговые. Стрела поёт песню стребогу. Копьё, меч и стрела – это орудие Перуна, главного покровителя русских воинов. Видим устойчивую связь, оружие и древние веры. Главное орудие Перуновых воинов – мечи. Поясной меч короткий и заплечный меч длинный. Часто воины наносили по несколько мечей. В песнях баянов величают хоролужный меч. Хара – это богатырь, лужный – это блестящий, сверкающий. Хоролужный меч – это богатырский, огненный меч. Харолужный меч – это богатырский, В песнях баяновый меч. Ты святыня рода от прадедов, Сечих ты не раз предков выручал, И меня немало порадовал, Ворога броня для тебя ль прочна, Щедро ты пролил крови вражеской, На клинке твоем в том ущерба нет, Знать изрядным мастером сложны. Я тобой мой меч крепость клятву держу Перед ворогом, пред собратьями. С нами сам Перун, с ним за Русь стоим, Да с его небесными ратьями сила есть пока, Ты мне меч служи, а посля вручу сыну старшему. Хорлужный меч, сотоварищ мой, В битвах честь неси роду нашему. Меч — это молнии стены, В названиях воинского оружия заложены священные образы. Перун — это небесный пастух и небесный воин, Покровитель земных пастухов и воинов. Но у Перуна есть и третий образ. Тут вернемся к пастухам Роса Ариев, к зачинателям древних традиций. Пастухи несли в себе третье достоинство — грамоту. Грамоту пастухам говендам дал Перун. И это есть третий образ Перуна — небесного грамотея. Грамота и гром — слова однокорневые. Грамота пастухам давалась с небес. Не зря. Царские распоряжения назывались грамотой. В слово «грамота» изначально заложен образ Творца, образ проведения. Грамота — это гром, молитва Творца. Грамоты и руны тесно связаны с Перуном. Данная связь подзабылась, но вполне очевидно — эта связь сохранилась в имени Перуна. С приходом ближневосточных обрядов на Русь, в Россию, в X веке произошла подмена одних праздников другими. Вместо Дня Перуна начали величать Илью Пророка 2-го августа. При этом Россы имеют право знать свои истоки, идущие от пастухов-харсианцев. Автору фильма пока не удалось найти документально установленные даты Дня Перуна. Русские традиции крепко затирались. Космизм даты Перунового дня требует дополнительного изучения. Однако найдем космизм в имени Перун и в обрядах ему посвященных. Перун — это перо и руна, то есть летящие руны, небесные знания. И образ печь близок к Перуну. В русской печи пекли хлеб, варили щи, пекли блины, на печи сушили одежду и спали. В сказках на печи путешествовали чародеи и чудаки. Печь — это печора, печера. Печора — это печиво, ория, ра. То есть печиво от небесного ория. Печера — это пекло, черты, ра. То есть огненные черты солнца. В старинном говоре печера — это пещера, образ идущий от начала времен. Позднее огненные черты и обережные знаки выкладывали не в пещере, а в печи. У печи всегда стоит кочерга. Кочерга — это колу, черты, ганать. Тут речь и традиции, идущие от начала времен. И уже заодно это достойно уважения. Черты — это горизонтальные резы на бересте или глине. Резы — это вертикальные черты. Черты и резы — это знаки, письмена волхвов на бересте, доске или глине. Руны — это черты и резы, рожденные в небесном огне и собранные в особый порядок на бересте и в каменных храмовых кладках россов. Руна — это рука на. Рука руна ведет росса по жизни, к Богу. Цепочку знаков россы связали с рукой провидения, с рукой Бога. Рука ведущая для россов — образ не случайный. В русской космографии ручей — это ручка, рука рода. Ручей — рука ведет росса от родника, от рода. До реки — море — моро смерти. И далее через океан — всемирное око в небо. Так земной путь переходит в небесный. Руна — это рука перуна. Громовержец бросает молнии. Молнии — это огненные руны перуна. Эти небесные явления и стали основой рунического письма. Тому имеем подтверждение и в языке, и в образах традиционной домовой резьбы, где перун часто изображался в окружении рунических знаков. Древнейшее наследие видим и в обрядах зажигания огненных рун. Происхождение слова «руна» и вурусизм развернуто показал книги «Обители богов». Корректор А.Кулакова А есть ли подтверждение артефактами? Конечно. Одна из каменных рун, Громница, стоит у входа в наш музей каменных озвояний Роса Арев в селе Красный Яр Самарской области. Каменных стрел множество в храмовом комплексе Перун. Лежат они на холмах, на черноземе. Каменной породы под ними нет, привозные. Знаем откуда. Следы обработки тоже видим. Блины АйЦ с иглой света жизни знаем. И артефакты найдены. Тут выложены огромные каменные топоры, стрелы и ножи. Есть и мечи. Более того, каменные изделия выложены в виде рунического письма. Послание. Это один из образцов глубинной книги. Глубинной книги. Сделал прорисовки кладок в древних храмах. Если Кремль снимет многовековое табу, то русский народ и мировая общественность узнают много необычайного о истории и культуре человечества. Руны ведут к истине, к познанию истины. Руны. Руны. Одно из названий росов, славян, проживавших на побережье Варяжского, Венецкого, Балтийского моря. И по рекам Истр, ныне Дунай, и Родан, ныне Рона. Да, росы свою родовую реку звали Род, Родан. Исток Родана в горах Швейцарии, где горные хребты и ныне носят название Брек и Рос. Росы, Род издревле были связаны с молниями и рунами. И не случайно в Регведе Родеси это персонификация молний. Смотри Регведу, Мандала 1, Гимн 167, стих 4. У простого Роса рука с кочергой, а у Перуна летящие огненные руны. Все сошлось, все из одного источника от Роса Ариев. Перун издревле почитался покровителем воинов, Россов. Перунов день, Перунов праздник. Начинался с освящения оружия и продолжался обрядом город, где воины с помощью заклинаний и ритуального оружия очерчивали город волшебным обережным забором. В обережном городе славили Перуны, а также Бога под его другими именами. Выше тучи – солнце. Культовые хороводы – часть священного обряда. По кругу, по колу, ходит обрядовый хлеб и братины с квасом. Славление Рода и славление Бога. Это проявление древней традиции. Частью они утрачены, а части сохранены. На День Перуна освящали оружие. Оно становилось непобедимым. В День Перуна юношей посвящали воины. Тут было много испытаний. День Перуна примечательен круговым мужским воинским плясом, колобратом. Гроза и буря только подогревает кураж воина. Мы сохранили память и о плясе Орла-Сокола, и о плясе Горыныча. Днем проходили молодецкие забавы и состязания, в том числе с бревном. Редактор субтитров А.Семкин Тут воины состязались и в метании топора и копья. Состязания в метании ножа в современной России превратились в крупные региональные, общероссийские и международные соревнования. Для кого-то это профессиональная работа, а для других просто досуг по образу предков. Если в День Перуна случалась гроза, то это считалось хорошим предзнаменованием. Тут воины выходили на гору или в открытое поле и стреляли в небо горящими стрелами. Это приветствие и славление Перуна, покровителя воинов. На вечерней заре, на закате, проводился воинский вар, укрепление ловкости и воинского духа. С традицией праздника установка перуного меча. Сумерков зажигали костры. Вокруг костров водили хороводы, исполняли обрядовые и воинские действия. Субтитры создавал DimaTorzok Зажигали и Перунув меч, как знак непобедимой небесной огненной силы. Субтитры создавал DimaTorzok Вечером зажигали ирунические костры. Они выражали определенный замысел или желание. Например, как в данном случае, видим кола, косой крест и стрелу. Это кола, солнце, обернулось хорсом, идущим по земле, на север к стажару. Вечные истины космоса. С искрами костра в космос уходят молитвы и славятся Богу. Затем прыжки через огонь идут потоком, как переход в новое состояние. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Наиболее ярые ведут босоногие танцы на раскаленных углях. Этот волшебный обряд являл молодечество и свидетельство того, что воины и их подруги находятся под покровом Перуна. Храмы и святилища Россов находим от Британских островов до Тихого океана. С Перуном тагарки и колесницы Россов летали по всей Евразии и не знали преград. Россы всегда умели ладить с мирными соседями. При этом и славу Перуновых мечей пронесли через тысячелетия. Потомки вправе чтить своих пращуров. Они сохранили искру русской жизни. Ах, Перун, Перун, ты наш батюшка, Сечи яростной будь подмогою, Чтоб летели стрелы без промаха, Поражал бы меч супротивника. Как твой гром Перун, Родный клич гремит, Молнии блеск твоих, Копья острые, Под святой твой стяг Стал дружинами. Мы для ворога Туча грозная. Мы, сыны твои, Не за славою, Не для удалей В смертный бой идем. Нам добра чужого Ненадобна. Честью примем смерть За святую Русь. От тебя, Перун, Родный дух в душе, От тебя, Перун, Сила воина. Не постигнет Русь По руганье До тех пор, пока Лик на стягах твой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова